В 1989 году, 15 февраля, последние советские войска покинули Афганистан. Так закончилась Десятилетняя война, в которой Советский Союз потерял свыше 15 тысяч солдат. По всей стране в этот день и накануне проходят памятные акции, а НАПА не стала исключением. У памятника три свечи, символизирующего три войны, Великую Отечественную, Афганскую и Чеченскую, три раза в год собирают с благодарной потомки, которые с гордостью и скорбью отдают дань памяти русскому солдату. Этот памятник создан по эскизам ученицы седьмой школы. Молодежь, помните о тех ребятах, которые воевали там в Афганистане за свою родину. Несмотря на то, что война велась на территории абсолютно чужого государства, эти ребята отстаивали там свою родину. Будьте достойны их и вечная память погибших. Воин живет вечно, пока жива, память о нем. Наверное, нет в России города, где бы не действовала афганская ветеранская организация. Они призваны защищать права ветеранов, прошедших войну, родственников, потерявших мужей, отцов и сыновей. Такая ветеранская организация действует и в Анапе. Если бы не мы, то кто из них знает, как сложила бы судьба нашей родины сейчас. За 10 лет практически войны в Афганистане наша страна не сталкивалась с такой бедой, как наркотики. В настоящее время с Афганистана порядка 80 тонн производят наркотиков. Это 10 миллиардов доз. Представьте, какое это количество. 10 лет мы сдерживали эту чуму. Да, действительно погибает самая лучшая. Она по не исключению. Помните, не только о нас. Любите отцов, родителей, братьев, сестер. Это самое ценное, что есть для Родины, с чего начинается. Минутой молчания почтили память героев, павших в Афганистане. Ученики младших классов школы номер 7 специально к этой дате сделали десятки красных тюльпанов. Красные тюльпаны – как символ жизни. В противовес черным тюльпанам, самолетам, вывозившим погибших из Кандагара и Кабула. Цветы раздали прохожим, чтобы они в этот день вспомнили о солдатах и офицерах, не вернувшихся с войны. Вадим Родин, Анапа-регион.